куда ты полетел то короче сейчас херотня зависла прям вот первый куда приземлялся пошел на посадку туда прям там зависла короче херня какая-то не значит получится не получится всем привет дорогие наблюдатели продолжение сериала снята в небе дисклеймер ну не существует все сказанное и показанное это фантазия автора я уже сбился со счета каждый день как часы кстати они будут с минуты на минуту всем приятного аппетита вы в ресторане звездная семья сегодня мы предлагаем вам взглянуть в окно здесь вы увидите то о чем страшно говорить землянам на земле не опознанный объект почему-то завис возле дерева в нашей любимой мексике геннази вы посмотрите на это лежит в земле вчера я вам показал что-то бы он очень странный мил otra cosa esa que será suspendida hice pensar que podría haber sido una antena pero no, no, no siempre las antenas tienen los ojitos rojos arriba bueno, quien sabe que será eso que está ahí me llama mucho la atención y no es delfino me llama mucho la atención y ya le pedo y ya le pedo y ya le pedo los vamos a caer los vamos a caer la atención tengo que hacer la atención y ya lo dices y В Чили, где-то в горах Икике, увидели что-то необычное для человеческого глаза. Чьё это было судно, никто не знает. Субтитры создавал DimaTorzok Девятое августа 2024 год. Шторм, который пришёл в коста-риканский город Хако. Несколько жителей сообщили о наблюдении необычных огней в небе. По словам оператора, там было более семи ярких красных точек. Появились они в строю и двигались по небу, вызывая изумление у очевидцев. Что это было? Китайские лампочки? Или может быть подзарядка НЛО? Или может быть предупреждение? Всё может быть, но смыслы есть всегда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вернёмся к нашему второму ресторану. Мексика. В небе было видно неопределённый тип объекта. На некоторое время он завис, а после слинял в облака. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Грузия. Наши дни. Куда это ты полетел-то? Эй! Опа-оп! Короче, сейчас херотня зависла прям вот первый, куда приземлялся, пошёл на посадку туда. Прям там зависла, короче, херня какая-то. Не знаю, сейчас получится, не получится снять ее. Все вы слышали о нашем грузинском друге. Это один из самых главных и частых гостей на нашем канале. Наш брат показывал нам знаменитые грузинские шланги, летающие шары и другие явления. История такова, что совсем недавно в Грузии летали неопознанные объекты. Да так, что даже старики были в удивлении. Как это было? Сперва семья увидела в небе пролетающий мимо объект, который напоминает Тик-Так. Да-да, это тот самый знаменитый UFO, который когда-то сфотографировали пилоты в Италии в 1979 году. Мне отправили это видео, мы обсудили его и знаете, слегка, только слегка потемнело, как прилетели объекты, которые заставили поселок немножечко объединиться, постоять, обсудить, посмотреть. Почему так случилось? Когда происходят такие события, люди объединяются, у них открывается духовность, вера, знание, понимание. И все же, почему так случилось? Что заставило людей объединиться? Мимо пролетал объект, который почему-то, по какой-то причине, решил спуститься на землю или на вершину горы. Причин для посадки на землю очень много. От подземных баз до рисунков, которые могут они создавать. Но зачем им там создавать рисунки? Наш товарищ поднял дрон, чтобы показать место, куда садился объект. Но это не просто место. И я знаю, что Грузия будет мониторить эту местность. Какая-то фигня. Опять фокусировка долбанная. Фокусируйся, опять началось. И вот он, динозавр Гея Гуза. Нарушили их покой, видишь, мы. Да, блин. Вот не хочет, и все, зараза. В этой истории мы понимаем, что сферы сгустки энергии, плазма и все эти виды наблюдения практически садятся на землю. И как я ранее упомянул, что есть подземные базы. В конце этой истории я оставлю видео, которое вам понравится. Судя по комментариям, люди почему-то слишком сильно забивают или закручивают огромный болт в духовном мире. Они отталкивают от себя духовность. Даже если взять мой прошлый стрим, который был. Почему некоторые люди слишком сильно, агрессивно вели себя к девушке, которая в Лондоне снимала какие-то объекты. Это уже значит, что этим людям это не нужно. Люди путают любопытство и тягу к знаниям. Поэтому этот отрывок будет для тех, кто в теме. Я всех обнимаю. Берегите себя. Берегите свои мысли. Своих близких. До скорого. Вот плата. Хотя мы еще не дошли. Но уже все-таки плата этой вершины, куда мы дошли и дошли сюда. И вот. Детей сюда доставили маленькую фигурку Будды. А вот тот самый камень, который на подпорках. Вот смотрите, Нилан только что рассказал мне с огромным трудом. Мы сюда в течение полутора часов поднялись на эту вершину. И вот здесь на вершине стоит вот этот камень, который он показал, что тут подпорки сделаны. Он явно искусственно сюда занесен. Тут древние какие-то камни подпорки. И он тут, значит, еще какой-то раствор. И для непонятных каких целей, но мы можем догадываться, зачем на вершине тут такой огромный камень. И как его сюда? Вот он очень большой. Как его доставили? Вот он сюда. Ну, это наша бутылочка. Не подумайте. Уберем. Вот. Как, значит, совершенно нам непонятно. Как его сюда доставили и зачем? И закрепили, и подставили подпорки каменные. И когда это было? Ну, вот из этой. Смотрите. Я вот опущусь. Смотрите. Видите? Он как бы только несколькими точками под ним там пространство. Касается, значит, земли. Ну, вот скалы этой большой, на которой мы. И под ним вот эти вот подложены подпорки. Какой-то раствор укреплено. Все это, естественно, не сейчас. Никому это не надо. В древнейшие времена сделано. Когда зачем? Что? Ни чем не изучено. Пока ничего не понятно. Можем с вами только предполагать и догадываться. Мы находимся вот здесь вот. Потому что она сказала, что вот где-то здесь, ну, понятно, что он закамуфлирован, находится вход в самую инопланетную базу. Ну, по крайней мере, так, как я ее услышал. Вот. Мы отклонились от курса и пришли сюда. Значит, смотрите. Сейчас у меня нет аппаратуры. Я просто нет уже времени ее подключать. Поэтому, может быть, будет не совсем громкий звук от Марина. Ну, давайте послушаем. Итак, Марин, так что тут? Ну, да. Тут вот мы находимся на вершине этой горы. Этой скалы. Которая тоже привнесена. Она, если посмотреть сверху, видно, что есть подъем. Гора, а потом резкий такой огромный кусок скалы привнесенный. Такое ощущение, что он как-то из другого места. Если я вот со стороны на это посмотреть. И это очень похоже на то, что мы видели вчера на Сигири и в горах Сигири. А вот смотрите, если так вот видишь, вот это вот так. Вот это очень похоже на то, что расходится. Расходится? То есть вот здесь вот расходится скала и это шов, да? Да. Вот как шов. И там открывается туда, в середину, в полую внутренность какую-то? Да, тут внутри тот принесенный кусок скалы, который, о котором я только что сказала. Он действительно полый внутри и там действующая база. И вот сейчас там она тоже действующая. И там тоже сейчас есть расы, которые представительные. Хорошо. А это полость, где они находятся, помещение базы. Они что, под нами сейчас прямо находятся? В скале или где? Да, да, это внутри вот этой скалы. А когда, как, вот прямо здесь раскрываются и взлетают корабли, вот физически, вот это вот шов, который как-то, да? Это он и есть? Ну вот он так проходит, говорит. Ну тут их много, он по-разному раскрывается. Это просто вот один, показали нам здесь. Один из... И когда это ночью происходит или как, и скрытно, и не скрытно? Какого размера корабли могут взлетать? Ну приблизительно. Ну, в основном здесь корабли диаметром... Диаметром 12 метров. 12 метров диаметром. А как часто это происходит? Когда последний раз взлетал или садился сюда корабль? А, вот периодически. Сегодня ночью был. Сегодня ночью? Да. Он был как-то под прикрытием, ну, то есть... Нет, говорит, ну, как бы тут... Просто без огней, ну, даже физически его было бы видно, если бы мы... Ну, физически... Ну, говорит, если бы вы были здесь, то, наверное, бы увидели. Но бы увидели свет, говорит, вы бы не увидели самого корабля, а бы увидели яркий свет. Что-то сыграли. Это круто. Ты встала? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...